Детские зоны Парамин Шайдулин Кто ответит за нефть? Одну пробу воды взяли уже Для расчета ущерба нам необходимо взять Три пробы воды В непростой экологической ситуации Разбиралась Винобережная Лишиться денег, не выходя из дома Как бы не выходила на связь И паспорт у меня был поддельный Каким хитростям в последнее время Прибегают интернет-мошенники Узнавал Сергей Хайдаров Как бешеные леса Всю деревню взбудоражило В Тукаевском районе вели карантин Об этом Анна Городнова Горячего сегодня у них не было В Нижнекамске более тысячи квартир Это около трех тысяч человек Остались без газа Причина ЧП повреждение подземного газопровода В результате несанкционированных земляных работ Одной из городских стройкомпаний Спустя несколько часов после аварии Начался ремонт Голубое топливо в большинство квартир подали днем По словам представителей Горгаза Полное подключение затягивается Из-за отсутствия в квартирах жильцов Как выяснилось, в Кемерово Тоже не было разрешения Сегодня в городе задержали Первого чиновника, причастного к трагедии в Зимней Вишне Это руководитель областной инспекции Гостройнадзора Танзелья Камкова По версии следствия, она не приняла мер По пресечению эксплуатации Самовольно возведенного здания торгового комплекса Четвертый этаж здания был отдан Под фитнес-центр, кинотеатры И зоны детских развлечений Детские зоны еще с 2013 года Должны располагаться не выше второго этажа Таковы требования строительных норм Но почему в мегамоллах игнорируют требования И нарушают ли они так закон Об этом Рамиль Шайдулин Как театр начинается с вешалки Так и торговые центры уже привычно Начинаются с бутиков Только после недавних проверок стало ясно Что здесь же должны располагаться и детские игровые зоны Это объясняется правилами безопасности Только как показали недавние события в Кемерово Часто игнорируются законами маркетинга Зоны детского отдыха Игровые комнаты от второго этажа и выше Что наглядно видно на кадрах из рейдов Торговые центры республики По мнению экспертов Это просто-напросто выгодно В первую очередь владельцам зданий Конечно, у нас все зоны отдыха Детские зоны Они располагаются в 3-4 этаж На мой взгляд Здесь не сколько маркетинг Сколько с позиции площадей Аренда площадей А 4-й этаж легче сдать Под большой простор для детских игр Легко сдать, сложнее эвакуировать А с недавних пор и легко переступить закон По требованиям строительных норм и правил Детские можно располагать не выше второго этажа Данный нормативный документ у нас начал действовать С 1 января 2013 года Расположены они должны быть не выше второго этажа Они дали 27 метров от эвакуационных выходов Спустя два года татарстанские депутаты Предложили другие меры спасения от пожара Сразу после адмирала вернуть права господженадзору Чтобы орган мог приостановить работу здания Угрожающего возгоранием Какие материалы Задымленность этих материалов Как они горят Что делается Куда дверь открывает Это все господженадзор Вот мы хотели вернуть им эти права Но не получилось После трагедии в зимние вишни Депутаты Госдумы намерены внести поправки Даже в строгие СНИП Пусть это ударит по продажам Но бутики в торговых центрах перемещать наверх А детские комнаты вниз На первый этаж Пока это только предложение Все эти правила А вместе с ними и новые инициативы Объясняется просто Случись беда Первыми покинуть здание должны люди Дети, а вместе с ними и взрослые Рамин Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Разлилась нефть Сегодня на Казанской улице Лебедева В районе промбазы Экологи обнаружили разлив нефтепродукта Маслянистая горючая жидкость Перемешанная со снегом Стекала прямо в ливневку На место прибыли экологи и полицейские О деталях грязного дела Алина Бережная Анонимный звонок о неизвестном черном пятне на снегу Всполошил сегодня экологов Они сразу же выехали на место происшествия Специалисты невооруженным глазом определили Это отработано нефтяное масло С информацией, что здесь идет Приемка отработанных масел То есть это уже незаконные предприниматели Также И наверное совместно с правоохранительным органом Будем выяснять, разбираться Кто здесь нарушители Экологи выяснили Разлив произошел при сливе отработанных нефтепродуктов Накопительную цистерну Площадь 80 квадратных метров По словам местных жителей Такое в районе промбазы бывает часто Здесь что-то бывает Что именно такое? Ну вот видите же Растаяло Все Мазок Нефтепродукт льется вот из этих бочек Затем вся эта грязная масса попадает в ливневку А из нее все это уходит в водоем Что носит неправимый вред окружающей среде Три пробы воды и почвы Экологи делают химический анализ Определяют токсичность и уровень повышения концентрации Загрязняющих веществ Результаты проверки через неделю будут переданы прокуратуру Если превышение по тем или иным ингредиентам В данном случае у нас мы говорим о нефтепродуктах Да и соответственно проводим проверку Будем устанавливать виновников этого правонарушения Поисками нарушителей сейчас занимаются полицейские Делы передадут в Следственный комитет Мы будем следить за развитием темы Лена Бережная, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Киберсистемы в производство Одной из первых пилотных площадок Татарстана По внедрению индустрии 4.0 Стала Казанская ТЭЦ-3 Почти год назад завершилась комплексная Мандернизация электростанции Ввод нового энергоблока О цифровых решениях далее в репортаже Казанская ТЭЦ-3 стала не только единственной в России площадкой Но и вторым в мире энергообъектом Где был реализован подобный проект Передовая цифровая система управления Инновационная камера сгорания для снижения выбросов С вводом в эксплуатацию нового энергоблока Показатели Казанской ТЭЦ-3 вышли на новый уровень Казанская ТЭЦ-3 увеличила выработку электрической энергии Почти в три раза Установленная мощность станции увеличилась в два раза В рамках модернизации Компания ТГК-16 совместно с General Electric Внедряются новейшие цифровые технологии Математическая модель системы Predix Прогнозирует состояние оборудования На основе опыта эксплуатации Данная платформа позволяет минимизировать Отключение оборудования Из-за технологической неисправности В настоящее время программа работает В тестовом режиме Однако первые результаты уже сейчас позволяют Говорить о правильности принятых решений И о перспективности развития данного направления Анна Городнова, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Казань Подайте на модернизацию Пенсионер из Мамадыши не понимает Почему ее заставляют платить по самообложению 80-летняя Рахиля Рахматуллина Инвалид второй группы Эта категория граждан По мнению исполкома города Посильно пополнить общую казну Кто и в каком случае может освободиться От взносов Об этом Далее в репортаже Альбины Минебаевой Обязана Все будете платить Сказали Как от сердца оторвала 300 рублей Рахиля Рахматуллина Взносы по самообложению 80-летний инвалид второй группы Платит каждый год И каждый раз удивляется Почему с ее послужным списком Из ее кошелька уходят рублей В исполком Из доходов 11 тысяч рублей пенсия Половина на лекарства Женщина перенесла инфаркт Только в одном холодильнике На капли и таблетки Отдельная полка Если всю собирать На 5 тысячи Еще 300 рублей В самоположение берут Таких как Рахиляпа В Мамадыше 11 тысяч человек В городе референдум Провели в ноябре прошлого года Утвердили и согласились Вносить по 300 рублей Сейчас собрано Больше 2,5 миллионов рублей Мамадышский парк победы Решением референдума Здесь должны улучшить освещение И таким же решением Могут и увеличить Количество граждан Которые просто могут Не платить по самообложению Определенная категория людей Может быть освобождена От уплаты самообложения Но в рамках проведения референдума Надо понимать То что количество таких людей Не должно превышать 30 процентов От общего количества населения Сейчас в этом списке Инвалиды первой группы Участники войны Их жены И труженики тыла Статус Рахилии Рахматулины Не обозначен Пенсия где-то 10 600 с лишним рублей Через нас 2 тысячи получает И были обращения Если она обращается На заявительной основе Оказывали ежегодно Материальную помощь Так называемый список Освобожденных От самообложения В Мамадыше расширит От взносов Освободят участников Боевых действий Альбина Минибаева Игорь Романов ТНВ Мамадыш Эта тема в нашем выпуске Появилась после звонка Рахилии Рахматулиной В нашу редакцию Если у вас есть Что нам рассказать Звоните по номеру 570 50 17 В России с 1 апреля Повышаются социальные пенсии Пенсии по гособеспечению Индексация составит Почти 3 процента В среднем она станет Больше на 255 рублей Пенсии вырастут у инвалидов Людей потерявших Кормильца Пенсионеров Которым не хватило Страхового стажа Сирот, участников Великой Отечественной войны Жителей блокадного Ленинграда И у других категорий Как и раньше В 2018 году В Татарстане Не будет пенсионеров С ежемесячным доходом Ниже прозрачного минимума пенсионера Всем неработающим пенсионерам Будет производиться Федеральная социальная доплата К пенсии До уровня ПМП В республике Татарстан Которая составляет 8232 рубля Как не отдать всю пенсию В руки мошенников В Татарстане Все больше тех Кого обманывают Только в этом году К полицейским Обратились почти 300 потерпевших Получается, что Жертвами мошенников Ежедневно Становится 3 человека Почему чужие ошибки Ничему не учат Узнал Сергей Хайдаров Еще вчера Ксения Она же Алена Как представлялась Своим жертвам Спокойно промышляла Своим делом Обманывала людей Но очередная авантюра Привела девушку за решетку Увидев объявление В интернете Подсудимая Приобрела у Нижнекамской школьницы Телефон в рассрочку Взамен оставила Паспорт и расписку Потом Через 3 дня Она выключила телефон Не выходила на связь И паспорт у нее был поддельный Таких историй По республике сотни Только в этом году Преступники Залезли в кошельки Татарстанцев Почти 300 раз Пострадавших Не утешает и статистика Интернет-преступление Раскрывается Только в трех случаях Из ста И если мошенник Добыл нужную информацию Считайте, нашел Ключ от вашего сейфа То есть это 16-значный код На основной стороне карты Срок действия карты Идентификационные данные Держателя карты И оборотный код Трехзначный Расположен на оборотной стороне карты Привет, я попал в беду Можешь занять 5000 ненадолго Казалось, с такими сообщениями В интернете В наше время Уже никого не проведешь Однако, как показывает практика На такие уловки злоумышленников В последнее время попадается Все больше именно молодое поколение И как говорят эксперты Психологи Так происходит Потому что злоумышленники Очень хорошо умеют Манипулировать людьми Это отличные манипуляторы Которые очень хорошо Обрабатывают информацию Даже не столько обрабатывают Сколько умело интерпретируют Качества те же Которые можно называть Или сравнить С коммуникативной компетентностью В республике началась акция Осторожно, мошенники Полицейские раздают листовки И информируют татарстанцев В местах массового скопления Сергей Хайдаров Амир Залюшев ТНВ Казань Синоптики прогнозируют Резкое потепление После ночных похолоданий В Татарстане До минус 21 градуса В республике Наконец придет тепло В воскресенье днем Ожидается до плюс 4 градусов А в регионах Центральной России Даже ожидают дождь И до плюс 10 Потепление не будет монотоном Но и 20-ти градусный мороз Больше не ожидается Весеннее обострение Леса напала на деревню Покой жителей Верхнего Байлара Тукаевского района Нарушила бешеное животное В селе объявили карантин Теперь сельчанам нужно Пережить период прививок Отказаться от продажи мяса И молока И консультироваться с ветеринарами А на городного О том, как один хищник Заставил Алексея Писошина И сдать указ Поздно ночью Малахмед Хузин Вместе с женой Проснулись от яростного Лая собаки Когда вышли во двор Вместо пса В конуре Увидели лису Мужчина долго не думал И расправился С хищным гостем Лису в мешок Ветеринару Звонок Оказалось За ночь лиса Успела уложить Пять кур В хозяйстве Хузинах И столько же у соседей Вышел из бани Я только Лиса только увидел И смотрел Там куры все лежат двое Задушенные С одной стороны Рыжие хищники Санитары Они уничтожают Переносчиков лихорадки Мышей С другой стороны Они и сами представляют угрозу Зимой в лесу Им нечем питаться Вот они идут В сторону сельских поселений Ближе к людям Анализы подтвердили У лисы бешенство Ее сожгли А места, где она побывала Продезинфицировали Сельчанам сделали Прививки против бешенства Уколы и животным А это 80 голов Рогатого скота 20 кошек И 21 собака В том году Осенью было Разложено Очень много вакцины Робивак То есть это оральная вакцина То есть мы говорим Уж конфетки Приманка Для диких Плотоведных животных В населенных пунктах В лесном массиве Вдоль населенных пунктов На сегодняшний день Я думаю Такого случая Повторять не должен По указу Алексея Писушина В селе Верхнее Байлар Теперь карантин Запрещено торговать Домашними животными Отлавливать диких животных Употреблять мясо И молоко С начала года Это уже четвертый Случай бешенства В республике Такие звери Доставили хлопот Муслиумово Высокой горе И Пестреца Анна Городнова Ильшат Мухаммедов Ильшат Аюб Ильшат Аюб Ильберт Шифигулин ТНВ Тукаевский район Переправа закрыта Сегодня остановлена работа Ледовых переправ На Каме Участок Покровской Красный Ключ В Елабужском районе И Соколка-Новозакамск В Мамадыше Причина снижения Прочности льда И образования Талой воды На переправе Оставшиеся ледовые переправи На реке Волга На участках Харакчино-Верхний Услон Из Зеленодольск Нижние Визовые Будут закрыты Для движения С утра 2 апреля Это новости Татарстана И вот о чем далее Юбилейный выпуск В качестве офицера Продолжать судьбу Редаку вооруженных сил На выпусков Казанского Высшего танкового училища Побывала Алина Бережная На лошадях До Мекки Мы пойдем через Крым Возможно пойдем Более приоритетно Это конечно через Махачкаву Это Дагестан Паломников в далекий путь Проводила Альбина Слагараева Муниципалитеты должны Активно принимать участие В законотворческой деятельности Об этом сегодня в госсовете Говорил Юрий Камалтынов Новый проект парламента Пишем законы вместе Вызвал большой интерес У татарстанцев Прием заявок продолжается Юрий Камалтынов Также призвал чиновников На местах Их исполнять наказы Населения Которые были собраны На сходах граждан Люди высказывают Свои пожелания И уже это важно Потому что это своего рода Обратная связь Их кумиры Шерлок Холмс Эркюль Пуаро И собственные папы В Казани Открылся всероссийский Слет кадетов В столице собрались ребята Которые хотят стать Следователями Какие испытания Их ждут И какой пример Им показали Наблюдал Дмитрий Аринин Не только петь Но и вести расследование Московская татарка Эмма Хакимова Учится в столичном Кадетском корпусе Девушка пошла По стопам С его кумира Папы Следователя Я считаю Что служить закону Служить своей родине Это одна из главных задач Человека И таких юных следователей С кадетскими погонами В Казани собралось Две сотни Из двух десятков Городов страны Участников слета Ждет общение Обучение Испытания Сегодня День наставлений И наставников Подготовка вас К ответственной Государственной службе Думаю сегодня Каждому из вас Ребята Важно понять Что стоит За этими словами С юных лет Вам прививаются Такие высокие чувства Как ответственность И чувство долга Мужество Честность Патриотизм Совесть Доброта И отзывчивость Убежден Что участие В этом слете Станет запоминающейся Яркой страницей жизни Мощным стимулом Для развития Таких качеств Как мужество Доблесть Честь И отвага Неразрывно Связанных С высоким понятием Патриота И гражданина Своего Отечества В пример кадетам Привели историю Эдуарда Абдулина Ныне судья В прошлом следователя В конце 90-х На месте изнасилования И убийства женщины Он собрал Биологический материал И спустя 20 лет По нему все же Вышли на преступника Эдуарда Абдулина Сегодня ему вручили Знак отличия Для меня это приятно Поскольку камень С души упал Поскольку это все равно Тяготило Мое сердце Это одно из первых дел Я начинающий следователь Поэтому хотелось раскрыть Очень серьезные усилия Были приложены К тому чтобы раскрыть Это преступление Кадетам объяснили Что у следователей Для успеха дела Должны быть и хорошие помощники Таких людей Сегодня тоже отметили Среди них И Алексей Песошин Сами же кадеты Награды получат По итогам слета Он завершится В конце недели Дмитрий Ирина Рамзиль-Гарипов ТНВ Казань Из курсантов В офицеры Сегодня 122 студента Казанского танкового училища Стали профессиональными военными Каждый пятый Закончил учебу С отличием Выпускное училище Праздник особенный С соблюдением Воинских традиций Бой бокалов Монеты в воздух И строевой марш Арина Бережная Облески в глазах И звездах На погонах Два государственных флага Знамя марш Так в танковом училище Вчерашние курсанты Становятся офицерами Дипломы в руках Звезды на погонах В этом году Училище с многолетней историей Выпускает 122 выпускника Из них 25 краснодипловников Наши сегодняшние выпускники Ни в коем образе Никогда не посрамят Славу и память Тех выпускников Которые Нашему училищу Снискали Самую Лучшую славу По крайней мере В сухопутных войсках 39 героев Советского Союза И 8 героев России За годы своего существования Училище стало достойной Кузницей кадров Для вооруженных сил Нашей страны В добрый путь После добрых традиций Последний студенческий марш Знаменитые Вот и все И бокалы с шампанским Об землю Тоже одна из традиций Подъем в 6 утра Строевые физподготовка И железная дисциплина За 5 лет Вчерашние мальчики Стали настоящими мужчинами После окончания учебы Я понимаю Что здесь проделал Большой путь То есть учился здесь 4 года 9 месяцев За это время Понял Что такое настоящий коллектив Что такое армия На самом деле Одним словом Тут не передать Тут много И радости было много И горечи Ну Вместе мы справились Со всем И вот Подошли к финишной черте У меня сын здесь Закончил Как в войне учились Я даже рад Даже можно Как-то Аж плакать Впереди Новоиспеченных офицеров Ждет месяц отпуска А затем Их распределят По всей стране Для прохождения Самой настоящей службы Ирина Брежная Рина Цаффин ТНВ Казань В паломничество Верхом на лошади Такое возможно Это готовы доказать Двое мужчин Сегодня они отправились Из Болгар В священную Мекку Добираться туда будут На скакунах Татарской породы Остановки в палатках И придорожных гостиницах 4 тысячи километров Они пройдут За 5 месяцев Альбина Солгараева О первых километрах испытаний В далекий путь паломников Сегодня провожают молитвами Выбор времени и места Не случайен Именно отсюда Из Болгар Первые татарские мусульмане Впервые отправились в Мекку Это путешествие В память о предках Для сидения И С обеих сторон Две сумки Для принадлежности Сетла заказывали Специально Рассказывает один из паломников Авдуллах Камалов Они крепкие, удобные Многофункциональные Со своим скакуном Мужчина познакомился недавно Раньше даже подойти к нему не мог Сегодня он уже позволяет обнимать Дружба крепкая В дороге не подведет Уверен мужчина У него есть Такие зеброидности Видите На других лошадях В мире их нету Только у тех представителей Которые Без изменений В генетическом плане Дошли до наших дней Это говорит о том Что Эта лошадь Практически дикая Это мустанг Скажем Нашего Континента Вы с ним сразу подружились? Нет Он у нас такой Парень с характером А этого парня с характером Зовут Бахрамс Как он спортивный Молодой, резвый, выносливый Победитель скачек Именно на нем предстоит пройти путь Расулу Ахиариддинову Мужчина вырос в деревне Ее опыт общения с лошадьми имеет Может накормить, подковать И обеспечить уход Это скажем так Езда на лошадях Это чуть-чуть легче, чем пешком Чуть-чуть буквально Поэтому все равно Это физический труд Вниз по Волге До Волгограда Затем у паломников Распутье Пока точный маршрут Не проложен Через Крым Возможно пойдем Более приоритетно Это через Махачкалу Это Дагестан И может быть На Каспии Это в сторону Астрахани Там тоже наши татары Там тоже наши люди Планируют пересечь Три границы Азербайджан Иран И Саудовскую Аравию Загранпаспорта Для себя И ветеринарные документы На лошадей готовы Прибытие запланировано На конец августа Обратно уже на самолете Первые 20 километров Паломников Будет сопровождать автомобиль А затем они уже Самостоятельно Отправятся до Ульяновска Прибыть туда Планируют через три дня Альбина Слагараева Марат Светгараев ТНВ Болгар Наташа Ростова В ратуши Сегодня в Казани Прошел бал В честь года Льва Толстого Балы в ратуши Дают с 1853 года Сегодня Окунуться в атмосферу 19 века Смогли ученики 9 и 11 классов Школы 33 Шелест воздушных платьев Блеск восторженных глаз И гордые осанки кавалеров Все в точности Как в повести Война и мир Завершением торжественного бала Стал традиционный танец Вальс Этот год Объявлен годом Льва Николаевича Толстого Поэтому этот бал Посвящен именно Произведениям Льва Николаевича Толстого Особенно тем Которые были написаны В Казани Утро начинается С кофе Необычным флешмобом Отметила свой 27-й день Рождение Газета Казанские ведомости Журналисты и читатели Устроили забег По лестнице С чашкой кофе Напомним Они и в прошлом году Креативно отметили Свой праздник Метали валенки Как все было На этот раз Увидела Алина Мусина Один Два Три Они уже метали Валенки Устраивали чемпионат По скандинавской ходьбе И даже ходили с книгой На голове Каждый день рождения Уникален В этом году Им исполнилось 27 Конкурс сегодня Забег с кофе в руках Для нас это символ Современной жизни Мы торопимся К своему читателю Торопимся Чашкой кофе И надеемся Что он тоже будет Проглатывать наши материалы С таким же аппетитом Как чашку кофе В соревнованиях От казанских ведомостей Решили поучаствовать И мы посмотрим Кто сильнее газеты Или телевидения Раз Два Три Креатив, идеи Постоянное движение вперед Это не только девиз праздника Это правило каждого дня редакции Сегодня они зарядились настроением Еще на один рабочий год Вообще классное настроение Пофеечку закинуться потом можно Очень хорошее После Лилии Это просто метеор Замечательное Придумали Юмористическое соревнование Самым быстрым и ловким Стал редактор Интернет-версии газеты Тимур Гарипов Его результат оказался Самым лучшим Среди всех участников забега В качестве приза Сертификат В одну из кофеин города Было очень здорово И я надеюсь Что нашу эстафету Подхватят Другие ребята Другие здания Другие организации Будут так же весело Бегать по лестницам Поверьте Это очень Очень Сплочает дух Победители определены Призы розданы Но конечно же Лучший подарок В день рождения Это признание читателей Которые вот уже На протяжении 27 лет Выбирают Именно казанские ведомости Алина Мусина Ильшат Мухамедов ТНВ Казань Вечерний эфир продолжит Программа Вызов 112 Но сейчас погодя На завтра У меня же к этому часу Все Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хотите качественную и недорогую кухню По вашим размерам Данил Мастер исполнит Ваше желание Успейте заказать в марте Со скидкой 20% Данил Мастер Казань Восстание 23 Телефон 2-167-166 Ну что ж, а теперь о погоде Март подошел к концу А за окном по-прежнему Зимний пейзаж И в предстоящие сутки Вновь ожидаются осадки По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке республики Будет облачно Местами пройдет снег Температура воздуха Составит минус 3 градуса На северо-востоке республики Облачно Ожидаются осадки в виде снега Там температура воздуха Составит минус 1 градус На севере Татарстана Пасмурно Местами снег Минус 1 градус На северо-западе Ожидаются осадки в виде снега Там будет также до минус 1 На юго-западе республики Пройдет снег Температура воздуха Составит до 1 градуса мороза В Центральном районе Республики аналогично. Снег и до 1 градуса ниже 0. В последующие сутки температура в Республике немного повысится. В Казани ожидается снег и до 1 градуса мороза. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Магнитное поле Земли спокойное. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.